девчонки всем привет рада видеть вас на моем канале сегодня мы с вами поговорим снова о замечательной палетки сайта алиэкспресс не менее замечательного просто я уже снимала видео о палетке сайта алиэкспресс вот эту вот палеточку я обозревала как всегда ставлю ссылочку внизу обязательно заходите смотрите мое мнение по поводу этой палеточки ну а сегодня мы с вами будем обозревать вот такую вот красоту большую она реально большая эта палетка собственно говоря вот моя ладошка очень красивое оформление очень красивая коробочка сзади написано cruelty free этот бренд называется деланси как бы здесь собственно написано и этот бренд является cruelty free хотя изготавливается в китае но на самом деле в китае изготавливаются cruelty free продукты только те которые выпускаются просто за границами китая потому что в китае обязательный закон проверки косметики тестирования косметики на животных вот так что собственно эта косметика в самом китае не продается пришло все вот такого вот коробочки вот так вот выглядит сама палетка точно также название палетки ну короче говоря я внизу оставлю название обязательно вот такая вот чудесная плеткость все сделано очень качественно качественный картон кстати из картона это очень хорошо вот здесь вот внутри есть зеркальце зеркальце заклеена пленочкой защитной есть вот такая вот защитная пленочка на самих тенях короче говоря честно вы не скажете что это какой-то бюджетный бренд и сайт алиэкспресс по сути дела стоила эта палетка если не ошибаюсь около 11 долларов приблизительно ссылку на нее я ставлю внизу вдруг вам понравится сегодня у меня первое впечатление будет от этой палетки я не знаю чего ожидать так что пройдем это первое впечатление вместе вот такие вот в ней цвета да собственно как вы понимаете главенствующие оттенки здесь в принципе розовато фиолетовая парочку красных из этих всех оттенков только три матовых оттенков все остальные шиммеры чтобы вы понимали и один вот такой вот глиттер честно хочется попробовать все поэтому я наверное буду делать сегодня два макияжа на разных глазах так что если вам интересно очень длинное вступление но продолжайте смотреть и поехали тестировать палеточку вот этот вот этот и вот этот оттенок это матовые оттенки ну по матовым оттенкам не особо разгуляешься конечно ну что поделать этот замечательный момент как всегда наношу на глаза консилер от мейкап революшн в оттенке c3 но пока у меня сохнет консилер давайте посмотрим на свотчи этой палетки и вот этот вот красный оттенок просто меня покорил сейчас потому что реально глиттер прям такой насыщенный ты в него ныряешь и он немного даже маслянистый давайте делать макияж и так начнем с первого светлого оттенка самого светлого в этой палетке оттенок вестленд это вот такой вот горчичный тепленький оттенок набираю на пушистую кисть немножечко стряхну тени немножечко совсем пылят я просто под таким впечатлением осталась от предыдущей палетки что сейчас я почему-то жду от этой палетки очень многого довольно пигментированный цвет тушуется неплохо и я нанесла много консилера очень затем беру вот такую вот еще плоскую кисточку и беру оттенок rice paper это вот такой вот и наношу прям в складочку пигментированный цвет хорошо ложится на предыдущий оттенок втушевывается в него хорошо так с этим цветом закончили в первую вот такой вот кисть бочоночек и наберу оттенок строк это вот этот вот черный кстати если вы заметили на свотча он был какой-то как будто бы темно-бордовый я его наношу на внешний угол глаза вау даже есть пигментация в черном цвете не такая бешеная но есть наношу такими аппликативными пока что движениями так ну с этим цветом немного посложнее еще у меня кисточка очень капризная это но то что он пигментированный меня это очень радует ну что ж давайте проверим шиммеры сейчас давайте начнем с оттенка мистер и это вот этот фиолетовый такой сатин буду наносить сразу пальчиком не буду пробовать кисточкой ой ну он прям отлично нанесся наношу его ближе к внешнему уголку глаза затем наберу оттенок дива вот этот такой и нанесу его следующим на середину века потушевывая в предыдущий супер смешиваются с собой очень хорошо мне нравится симпатичненько смотрите переход красивый получился и следующий оттенок я наберу мэрмэйд вот этот вот обалденный розовый цвет вот так вот набрался на пальчик выглядит как зеркало но по факту а нет хотя он такой прям мощненький этот цвет смотрите все очень красиво и приличненько выглядит очень плавный градиент получился с этими сатинчиками и вот этим вот почти в принципе металликом я бы сказала что это металлик и кстати вот этот вот оттенок мэрмэйд он может скукожить вам века собственно вот во внутреннем уголочке у меня немного скукожил века и вижу вот здесь вот осыпание от этого оттенка и так девчонки я сейчас очень рискнула просто и оформила лицо тональным кремом и консилером дабы закончить нижний век потому что второй глаз у нас будет совершенно другим значит беру я пушистую кисточку с красным оттенком вайс пейпер и наношу на нижнее веко во внешнем уголке глаза максимально сосредотачиваюсь и растушевываю до серединки нижнего века и соединяю нижнее с верхним веком затем на маленькую плоскую кисточку я наберу черный оттенок строк и нанесу ближе к ресничному краю и так же соединю с верхним веком так такое активное у нас нижняя века будет просто затем возьму плоскую синтетическую кисточку и наберу вот этот дуахром зелено-фиолетовый оттенок galaxy ну я думаю что это очень распространенный цвет во многих палетках он есть и нанесу его вот сюда так вот так вот нанесся цвет кистью и возьму оттенок темптер лиловый и вот здесь вот в серединку его добавлю когда он смешался с дуахромом этим очень интересный оттенок такой получается и заведу завожу вот сюда вот на внешний уголок нижнего века я возьму оттенок эра вот такой вот цвет хайлайтера шампанского на маленькую кисточку и нанесу во внутренний угол глаза сейчас я нарисую стрелку и слизистую подведу карандашом и обязательно сейчас вернусь ну что ж девочки оформила я нижнее веко стрелочку слизистую вот так вот выглядит макияж я очень довольна мне прям нравится если честно итак следующий макияж я сделаю в оттенке золото лост возможно возьму вот этот вот глиттерный оттенок ну и собственно как на этом глазу я беру тот горчичный оттеночек на пушистую кисточку и оформляю чуть выше складки века наш глаз затем я беру тот же красный оттенок rice paper на ту же пушистую кисточку и наношу в складку века затем беру вот эту вот маленькую плоскую кисточку и наберу черный оттенок строк наношу его сюда на внешний уголочек глаза затем конечно же я возьму базу под глиттер наношу базу под глиттер от никс и набираю вот этот оттенок спаклес а он просто так сияет красивенько так и такими аппликативными движениями буду его наносить потому что очень страшно я не хочу осыпаний вау боже это такой новогодний макияж будет круто вообще как это сияет красиво ну надеюсь вам видно осыпание конечно же есть их никак не избежать собственно говоря ну глиттер на то он и глиттер затем я возьму вот такую вот плоскую кисточку наберу оттенок lost это вот такое вот золотишко красивое и нанесу его вот сюда вот во внутренний уголок глаза да смешать конечно что-то с глиттером это звездец как просто тяжело и пытаюсь вот так вот как-то растушевать ну в принципе неплохо еще получилось убирать я буду все осыпашки с помощью вот такой вот пудры от фокалюр убираю все осыпание ну собственно все слетело я возьму вот такую вот плоскую кисточку пушистенькую наберу наш горчичный оттеночек и нанесу на нижние века макияж такой прям женщины вамп соединяю как всегда нижние с верхним веком так затем беру кисть бочонок набираю красный оттенок вайс пейпер наношу его чуть чуть выше нашей тушевочки такого горчичного цвета набираю черный цвет на ту же плоскую кисточку немножечко встряхиваю такс боже какие яркие офигенные просто макияжи получаются опупительные затем беру вот такую вот синтетическую плоскую кисть набираю вот этот оттенок мистер и немножечко стряхну и нанесу вот сюда вот опять-таки на середину века прекрасно наносится кстати на матовый оттенок поверх матового и наберу цвет мэрмейд боже он он просто покорил мое сердце на самом деле я от него в восторге он прыгает на кисть кстати и нанесу его вот сюда вот уже ближе к внутреннему уголку глаза это восхитительно ну как всегда завершающий штрих это оттенок эра вот этот вот хайлайтер такой наношу на внутренний уголочек и так девочки я закончила со вторым глазом собственно подвелась слизистую коричневым карандашом от ламель нарисовала такую широкую стрелочку что скажу по глиттеру очень тяжело рисовать стрелки собственно говоря стрелочку да тушь все как всегда я в восторге от этого макияжа наверное тут не видно на камере но там где складочки морщится глаз то есть такие проплешинки в глиттере но просто глиттер очень такой крупный очень такой зернистый как вот обыкновенные знаете блесточки в баночке ну давайте поговорим о палетке смотрю сейчас в камеру макияж конечно у меня очень сильно экстравагантный просто вообще знаете прикольно это знаете когда ниху не можешь определиться точнее с цветами которые ты хочешь нанести на глаза и такая ай дай-ка я сделаю два разные глаза почему бы нет в принципе как по мне долгого тестирования это палетка не нуждается и так все понятно я перепробовала почти все цвета не использовала только вот этот вот черный с блесточками я думаю что с ним будет прикольный смоки получится что могу сказать по поводу вот этих вот сатинов и вот этого металлика мэр мэйд клёвые тени реально клёвые хорошо пигментированные хорошо наносятся кисточкой вот эти вот два цвета наносятся тоже хорошо синтетическое наносила правда мне понравилось в принципе они суховатые вот этот оттенок собственно он такой металлический в принципе он тоже суховатый вообще все шиммеры здесь суховатый но тем не менее вот эти тени хорошо все наносятся как вы видели наносила пальчиком так что супер вот этот оттенок эра базовый такой оттенок шампанского мне очень понравился потому что мне кажется что можно его использовать даже как хайлайтер я так знаете чуть-чуть совсем сюда нанесла и в принципе он очень схож с хайлайтером из этой вот двушечки оттенок шампанского такого так что я думаю это круто учитывая то что здесь большой рефил в принципе то почему бы не использовать его как хайлайтер давайте попробуем нанести допустим на носик на кончик носика у меня здесь есть конечно хайлайтер ну вот собственно хуже в принципе не стало едем дальше давайте поговорим про вот этот вот глиттер он конечно шикарный этот глиттер суховат но тем не менее когда ты вот так вот пальчиком дотрагиваешься к нему он проваливается то есть в какой-то жиже он тут находится в принципе непонятный но я думаю что без базы под глиттер я бы конечно не рискнула наносить это на глаза потому что думаю что все осыпалась бы осыпание как вы видели были но они очень легко убрались с помощью пушистой кисти и пудры собственно говоря так что да неплохой глиттер но это знаете это прям вот такой суровый глиттер блестки-блестки и я бы вам советовала перед тем как наносить этот глиттер и перед тем как даже базу под глиттер нанести наложить какой-то приближенный хотя бы оттенок сатиновый на все как бы подвижная века чтобы у вас не было проплешек так что советую взять какой-то приблизительного оттенка хотя бы сатин даже если вы нанесете какой-то бронзовый сатин это кстати добавит такой вот в более интересный оттеночек вашему глиттеру так что я довольна в принципе этим глиттером учитывая то что это в принципе блесточки они ярко очень сияют на камере я думаю что в новогоднюю ночь вы будете просто звездой давайте поговорим о матовых тенях матовые тени тоже достаточно сухие это не шелковистые тени от анастасии beverly hills конечно же тяжело тяжело но каким-то образом это все растушевывалось просто не нужно давить на кисть и я думаю что нужно брать менее набитую такую кисточку более такую пушистую легкую кисточку в нанесении нею набирать эти цвета и тогда думаю все будет замечательно тушеваться все три оттенка в принципе такие и есть сухие вот этот вот черный казалось бы вот на первый взгляд это черный но на самом деле я даже вот сейчас смотрю в нем есть какая-то легкая такая бордовинка коричневинка я не знаю как назвать что могу сказать по поводу разнообразных макияжей с этой палетка можно играться здесь крутой золотой дуа хром клевый здесь клевые оттенки фиолетовые розовые короче говоря поиграться с этой палеткой можно по креативе тоже можно на повседневочку конечно это не та палетка это очень яркие цвета на повседневку можно принципе умудриться вот этим вот цветом углубить складку затемнить но он очень теплый он будет выделяться в принципе ваши макияжи поэтому я бы конечно на каждый день ее не использовала я довольна данной палеткой думаю будет не один еще макияж у них есть кстати еще вторая версия такой палетки она в тупо в красной бортовой гамме это фиолетовый такой больше а там вот все оттенки просто красного вода черного цвета реально красивая палеточка картиночку вставлю чтобы вы посмотрели ну что ж друзья если вам понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал если вам понравились мои видео спасибо большое что вы со мной пишите свои комментарии пишите ваше мнение что вы думаете по поводу китайских палеток китайской вообще косметики что сейчас так прям китайская косметика выходит на рынок выходит на youtube и все поголовно практически снимают сейчас про фокалюр и я знаю что фокалюр даже делает сейчас пиар рассылку блогерам для меня это вообще был шок короче говоря вы знаете что делать зачем я рассказываю всем спасибо еще раз за просмотр и за ваше уделенное время мне хорошего дня утра вечера всех целую обнимаю и пока пока ваше удача